Глава Роснана Чубайс заявил на Медне, что электроэнергия в России расходуется неэффективно. Как думаете, почему? А потому что дешевая. Россияне платят за электричество вдвое меньше, чем, например, жители Евросоюза не экономят подлецы. Давайте, как в Париже, резюмировал олигарх. Давайте, Анатолий Борисович, только если у нас будет как в Париже, вы-то присядете далеко и надолго. А если серьезно, вот обожаю этих болтунов. Когда они хотят поднять цены на что-то, они почему-то всегда равняются на Европу и США. А как только речь заходит об уровне жизни граждан нашей страны, манипуляторы начинают говорить о какой-нибудь Африке. Мол, посмотрите, а в Сомали-то вообще все плохо. Как-то несправедливо. По-моему, двойными стандартами попахивает. Или только я один так считаю. Начинаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плющев, Татьяна Фельгенгауэр. Это такой, ну, немного комедийный дуэт очень симпатичных ведущих на радиостанции «Эхо Москвы». Четвертое место. Евгения Альбац. Такая суровая дама. Журнал «Нью Таймс». Разоблачительница КГБ. Пятое место. Роман Доброхотов и Сергей Канев. Это журналисты-расследователи. Интернет-издание «Инсайдер». Согласен. Несколько фамилий действительно известны. И такие прям звезды, звезды, звезды. Я вот только не врубаюсь. Какое отношение все эти люди имеют к журналистике? Парфюнов ушел из профессии лет сто назад. Сегодня этот человек просто торгует своим лицом. Татьяна Фельгенгауэр. А какой подвиг она совершила? Некий придурок на нее напал в здании «Эхо». История печальная, но она что-то расследовала в тот момент. Писала какую-то громкую разволочительную статью. Нет. Работа Татьяны заключается в том, чтобы приходить в теплую студию в центре Москвы и вести прямые эфиры, часто без зубы. Серегу Канева знаю лично. Шесть лет работали в одной редакции. Очень сложная судьба у человека. У него убили всю семью. Сперва потерял жену, потом сына и дочь. Сына еще на наркотики подсадили. Сергей с ним очень мучился. Теперь мужика из страны вынудили уехать. Тут соглашусь. А все остальные кто это? Юрий Дудь? Он скорее актер. Говорящая голова, в которую ввалили кучу бабла. Как журналиста, я его не знаю. Ну давайте Данилу Козловского тоже в журналисты запишем. Или вот этот вот парень Плющев. Ну у него шайба уже в футбольные ворота не помещается. Он потому, что дальше московских ресторанов никуда не ездят охренительные журналисты. А хотите, я вам покажу настоящего профессионала, да вы его и сами прекрасно знаете. И тем не менее, вот кто для меня является эталоном классической журналистики. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте. А мы вот никак вас застать не можем. Четвертый раз у вас уже приходим и никак застать не можем. Вы хотели вопрос какой-то задать? Без претензий? Нет, хотели задать вопрос. Давайте. Чего так не смело? Почему не смело? Да, давайте смело. Михаил Васильевич, расскажите, пожалуйста, на каком основании частным компаниям уже выделяются деньги на модернизацию сетей теплоснабжения? Вот. Мы об этом поговорим. Вы можете писем написать ваш вопрос? Нет, мы, конечно, можем писем написать. А частные? Журналист, который открывает двери ногой в кабинет любого чиновника в этой стране, любого депутата, любого начальника полиции или прокурора. Его уже и запугивали, стращали. На него жалоб в органах внутренних дел лежит больше, чем на какого-нибудь маньяка. Здравствуйте, Роман Юрьевич. Очень давно хотели с вами познакомиться. Аж с того года три раза приезжали, никак застать не могли на месте. Если вы хотели бы познакомиться, надо, по-первых, позвонить на секретарю, согласно, присаживайтесь. Понимаю. Только вот на журфаке по-другому учат работать все-таки с чиновниками, потому что, как правило, когда есть какой-то проблемный вопрос, очень часто бывает так, когда секретаря предупреждаешь. Я не знаю, как учат на журфаке. Вот у меня сейчас на почте несколько сотен писем с просьбами «пришлите к нам в город своего Анисимова». Он когда куда-то приезжает, все городское начальство. Все городские спецслужбы, в смысле руководители, в спешном порядке уходят на больничный или уезжают куда-то по срочным делам, его боятся. А вот это вообще свежая пресс-конференция губернатора Свердловской области. Анисимова чинуши случайно туда аккредитовали, как оказалось, на свою голову. Когда поняли, кто к ним приехал, решили слово не давать, но это не про нашего парня. Евгений Владимирович, может ответить на вопрос федерального телевидения? Тоже почти все местные пришли в телекомпании. Извините, пожалуйста. Давайте. Давайте мы дойдем вам к вопросу. Давайте. Хорошо, спасибо. Ваш тезка с телеканала Крик ТВ, Анисимов Евгений Владимирович. Добрый день. Да, мне тоже не нравится, что он никак не пойдет к преподавателю по речи. Мы с ним ругаемся по этому поводу постоянно. Да, мне не нравится, что он по жизни не бритый. И да, у этого парня напрочь отсутствуют актерские таланты. Но он и не актер, он журналист. С большой буквы. Если бы мне был нужен тупой хайп, я бы пригласил в эфир какую-нибудь телочку со стремящимся восьмым. Таких и на ТВ, и в Ютьюбе, и пруд-пруди. Но вот там вот на логотипе написана реальная журналистика, не навальная журналистика, не какая-то еще. Ни про кремлевская пропаганда. Например, мы другие, мы не похожи на всех. Сегодня это не модно. И пусть всякие гуру-укашины нас не включают в свои рейтинги. Мы не ради дутых рейтингов выходим в эфир, кстати. Именно поэтому я и не таскаюсь по тусовкам, не хочу быть селебрити. Это реальная журналистика. Вот так мы называемся. Поехали! Ну и раз чуть выше речь зашла об Алексее Навальном, хочу показать вам одно кино. Братва из команды этого человека канал целый на трубе создала. И разоблачают там чинушь по полной гайке. Один их эфир прям очень меня зацепил. Предлагаю вместе его посмотреть на старт. Внимание, погнали! Привет! С вами канал Жить в России и я Тимур. Нам постоянно по телевизору рассказывают про то, как там все плохо на Западе. Он уже загнивает, и вообще там все дорого, и зарплаты маленькие. Да нет, ты не Тимур. Киселев младший. Вот ты кто? Такой же сказочник и лжец, как МСДК. А, чуть не забыл, давайте прочитаем описание данного канала. Это канал для людей, которые считают, что наша страна самая лучшая. Но из-за тупости, жадности и наглости наших правителей она развивается неправильно. Будем говорить о жизни в России и о том, как все изменить? Серьезно? Ну давайте. Охрана и администрация магазина Перекресток нас даже не выгнала. То есть они нас позвали к себе, поговорили, спросили, что мы тут делаем. А мы сказали, показываем хлебушек российский. Они говорят, снимайте дальше, ребята. И да, 85 рублей. Короче, ребята решили сравнить цены в магазинах США. И России жуть, господа, жуть. Просто такое нашли. И я тоже зашел в Перекресток. Не нашел я там хлеба за 85 рублей. 20, 25, 30. Хлеб, пожалуйста, 34 рубля. Батон. 35. Это еще не все. Дальше они молоко пошли выбирать. Вот такое вот молоко. Написано, что оно правильное. Два литра стоят 175 рублей. Большие коричневые яйца. Это из продажи 2,50. Три упаковки за 5 баксов нужно взять. А вот яйца экстра. 10 штук. В Штатах их продают по 12. Всего 105 рублей. Слушайте, ну я не знаю. Молоко вот в районе 40 рублей за литр. Два литра будут стоить 80. Ну точно не 180. Да и яйца подешевле мне попались. 59. 69. 69,90. 64 рубля. Дальше даже продолжать не хочу. Блин, до меня дошло. Это же фуфлометы. Хочу сейчас обратиться к Алексею Анатольевичу Навальному. Почему? А потому что один из основателей данного канала, Руслан Шеведдинов, пресс-секретарь Алексея Анатольевича. Вам за этих ребят не стыдно? Откровенные фейки ведь распространяют, а вы потом будете сокрушаться вместе с Любой Соболь, что Единая Россия закон о противодействии фейкам. Принимать собирается? Действительно, с чего бы это? Ладно. Закругляться пора. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка наверху. В соцсетях жду. Темы тоже присылайте. Поднимем, обсудим. Все, пока. Пока.